Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет. С вами священник Андрей Лоргус, и мы продолжаем читать книгу «Бытия». Эти главы посвящены праотцу Аврааму, его судьбе и его личности. Мы читаем 14 главу книги «Бытия». В этой главе рассказывается о войне четырех царей против пяти и о пленении Лота, племянника Авраама, об освобождении его Авраама. Я читаю с 12 стиха 14 главу книги «Бытия». «И взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли. И пришел один из уцелевших и известил Авраама еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре, а Марейнина, брата Эшколу и брата Аниру, которые были союзники Авраамовы. Авраам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, «И преследовал неприятелей до Дана, и, разделившись, напал на них ночью сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска, и возвратил все имущество Илота, сродника своего, и имущество его возвратил также и женщин, и народ. Когда же возвращался после поражения Каделор-Мамера, царей, бывших с ним, царь Содомский, вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская, и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его, и сказал, «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. Очень часто в сегодняшнем богослужении вы можете услышать вот эту самую фразу. Конечно, она немножко по-другому звучит. Мелхиседек, царь Салимский, первосвященник по образу Бога Всевышнего. Это таинственная и удивительная фигура, о которой мы ничего не можем сказать. Мы даже не знаем, где этот город Салим, потому что корень этот мы встречаем и в современном звучании города Иерусалима. Иерусалим, священный Салим читается, может читаться как древнее слово, означающее город, но это не совсем так. И все-таки, где же этот Салим? Мы знаем, что Авраам со своими рабами, которых он вооружил, преследовал далеко на север, в Сирию, гнался за теми царями, которые увели лота и имущество, и женщин, и народ. Это был многодневный поход, поход против неприятеля. И вот они опять возвращаются с севера, теперь на юг, они возвращаются туда же, где сегодня находится город Хеврон, Дубрава-Мамри, где было основное место жительства Авраама. То самое место священное, где потом явилась Аврааму Пресвятая Троица. И царь Мелхиседек, священник Бога Вышнего. В тексте очевидно, что эта религия Бога Вышнего совпадает с той верой, которую имел Авраам. Это тот самый Бог Авраама, которому он ставил жертвенники, которому молился, Бог Всевышний, который обращается к Аврааму, который вывел его из Ура Халдейского. Именно он, именно этот Господь, которому слушает Мелхиседек. И он приносит ему хлеб и вино. И тот, и другой продукт, конечно же, участвовали в древних культах и в древних религиях. Но основные жертвоприношения Авраам совершает со скотом. То есть он приносит козленка или ягненка в жертву. Кровь, плоть, но не вино и хлеб. Хотя хлеб тоже часто приносился в жертву, и это не было новостью. Но вот сочетание вина и хлеба, который приносит Мелхиседек, как священник Бога Всевышнего. Многие современные авторы прочитывают это, и Церковь приняла это прочтение, как провозвещение христианского литургического культа хлеба и вина. Как в древности, откуда Мелхиседек вдруг становится пророком будущей новозаветной религии литургической, неизвестно. Но очевидно, что вот эта встреча Авраама и Мелхиседека имела какое-то глубинное значение, как это часто бывает, значение будущего. В нашей жизни так бывает. С нами происходит что-то, что не имеет отношения к сегодняшнему дню, к реальности, к настоящему. Да, мы думаем, что вся жизнь представляет собой линейную зависимость от прошлого к будущему через настоящее. Но у Господа иногда не так. Господь посылает не только вестников, ангелов, и не только сам является, нарушая естество очин, как это сказано в Великом Покаянном Каноне, Бог иногда посылает события из будущего нам в настоящее, чтобы каким-то образом нам что-то сказать, подготовить, провозвестить, обозначить. Это удивительно, но это так. Я думаю, что в жизни у каждого из вас такое иногда, может быть, было, может быть, вы вспомните какие-то события, которые имели смысл только в перспективе будущего, и когда вы прожили и дожили до этого будущего и вдруг сказали себе, но ведь это же было со мною, вот о чем это было тогда со мною. Думаю, что некоторые меня понимают. Так и здесь. То, что происходит с Авраамом, может иметь отношение к далекому, далекому будущему того, что произойдет с потомками Авраама. Вот почему этот отрывок мы часто вспоминаем и за богослужением, и часто вспоминаем его и в иконописи, во фресках, в молитвословиях. Он вспоминается и в Великом Покаянном каноне, и в других канонах, и, прежде всего, в литургии православной. Хлеб и вино. И еще очень важно. Это благодарность. Авраам приносит благодарность не только Мелхиседеку, он приносит благодарность Богу, но другим чином. Не тем, которым он обычно это делает, то есть приносит жертвы на своем жертвеннике. Здесь он приносит десятую часть, десятину. Это только потом Бог даст заповедь этой о десятине Моисею, его далекому потомку. Но здесь Авраам отдают десятую часть того, что он взял как военный трофей. А это все было имущество, которое было ограблено у Лота. Это собственность Лота. И стало быть, семьи Авраама. И он возвращает, дает это все в жертву Мелхиседеку, а на самом деле дает Богу Всевышнему. Это встреча не просто с Мелхиседеком, царем Салимским, священником Бога Всевышнего. Это встреча с Богом. Это обратная связь. Это молитва благодарности. Это некая точка подтверждения того, что все дела, которые совершал Авраам, были угодны Господу Богу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok